В этом ролике я хочу показать необычный эффект, который заставляет парить различные предметы в воздухе. Это эффект Бифельда Брауна, известный более под кодовым названием «лифтер». Для его реализации нам потребуется собрать простейший ионный двигатель. Из соснового бруска мы вырезали тонкие палочки, которые склеили термоклеем в форме звезды. Нижнюю часть рамки из дерева мы обмотали фольгой, а вверху натянули тонкую проволоку. После подали на него постоянное напряжение в 100 тысяч вольт. Полет из нашего генератора на умножителях. Чуть поиграв с высотой проволочки, нам удалось добиться стабильного полета. Неплохой результат. Стабильность замерз. Очень сильно проволока вибрирует. Вообще кошмар. Вот это именно. Это она такой звук издает. Видимо, вот эта сильнее всех дует. Снимая энергию, она меньше вибрирует. Она не падает. Почти выключил. Держится. Под воздействием высокого напряжения, наша тоненькая проволочка спускает поток ионов в сторону фольги. В результате на ней образуется достаточная подъемная сила, чтобы заставить парить всю конструкцию в воздухе. Он полетел так легко-легко. Я даже еще далеко до максимума не докрутил. Ни на чем висит. Никаких опор нет. Вверху никаких проволочек тоже не подвешено. Здесь же у нас такая проволока, по которой идет напряжение. Звук такой странный издает проволока, которая тоненько на нем натянута. Она же является главным источником подъемной силы. Она вибрирует сейчас, а то есть 100 Гц. Многие пишут, что подобные аналеты это тайные разработки правительства и за ними будущее. Кстати, сайт и вправду заблокирован. Ничего, я знаю хороший анонимайзер. VPN-99. Выбираю американский хостинг. Во, заработал. Что тут только не пишут. Даже летающие автомобили на ионных двигателях есть. Я же при испытаниях наблюдал странные явления. Сначала компьютер включился сам по себе. Каким-то образом тот наш ионалет влияет на вот этот компьютер и он сам включается. Потом начали искрить выключатели света. И потух газовый котел. Здесь не работает что-то. Здесь целых три десятых атмосферы и стоит на месте. Ну почему? Странно. Сейчас поменяю режим. Ну вроде все нормально. Потом каким-то образом сгорел блок питания от ноутбука. Хотя находился он в другом конце дома. Внутри сетевую дорожку пробило на радиатор. Хорошенько все заизолировав и заменив предохранитель проволочкой. Удалось его восстановить. Антигравитация, летучесть, парение в воздухе. Это далеко не все на что способны сверхвысокое напряжение. Смотри скоро на нашем канале. Опасные и интересные. Безумные и необычные. Опыты с напряжением в миллион вольт. Подпишись и нажми колокольчик. И ты их увидишь первым.